Итак, уважаемые зрители, с вами Алвара и я рад вас приветствовать. В прошлой серии нам удалось создать Британскую Империю, а также во время Первого Крестового Похода мы смогли отвоевать у сельджуков Иерусалим, и отныне королевой Иерусалимского Королевства является представительница нашего дома, королева Филиппа из династии Годвин. Как по мне, мы выполнили цели на эту партию, однако нужна была еще одна серия, чтобы разобраться с парочкой нерешенных вопросов. Прежде всего, нам нужно подчинить себе север Альбиона, как-никак Альба, ну та же самая Шотландия, Малое Королевство Островов и одно Датское Градство должны войти в состав нашей империи, ведь де Юра, эти земли должны подчиняться Лондону. А также, насколько я помню, мы имели претензии на Норвегию, но, похоже, либо же претендент наш умер, либо же он покинул двор, а значит, с Данией за Норвегию мы уже не сразимся. Какая жалость, ведь датский король наконец-то расторг союз с Византией. Но не беда, в Норвегии мы лишимся, но с Данией все равно сцепимся за одну эту несчастную провинцию. Но это наша первая цель. А вторая цель, подчинить французских королей британским императорам. Как вы правильно, друзья мои, подсказали, чтобы нам разорвать союз с Францией, мы можем убить Генри Второго Капитинга. Однако, во-первых, шанс на это очень маленький. Во-вторых, наш император является честным и справедливым. И схватит очень много стресса. А так как он уже старенький, дряхленький, к сожалению, это его может убить. Поэтому давайте-ка мы поступим по-иному. Мы дождемся смерти императора Эдмунда Гарльцена, дабы продолжить игру за принца Альфреда. И после смерти нашей жены, императрицы Эммы, у Альфреда появятся также слабые претензии на французское королевство. И уже по этим претензиям мы сможем данное королевство себе завоевать. Ведь, как я понимаю, единственное различие между слабыми претензиями и заявленными претензиями заключается в том, что слабые не передаются по наследству, а заявленные передаются. Вот и все их различия. И к слову о союзах мы можем даже во время союза объявить войну Франции, но опять нарываемся на те же самые грабли. У нас есть жена, императрица Эмма. У нее есть соответствующие претензии. Но при этом в изменениях цели они отсутствуют. Я не понимаю, то ли это баг, то ли не баг. Ибо, если это баг, то тут должны быть претензии. А если это не баг, какого черта у нас здесь показываются претензии нашей жены? Хотя мы никакие претензии заявить не можем. Конечно, возможно, она женщина, и поэтому ее претензии недействительны, с одной стороны. Хотя, с другой стороны, мы уже сражались за претензии женщины, графини Франильда. Конечно, возможно, в Лионе, с которым мы сражались, были иные законы наследования, но, конечно, возможно, я чего-то не понимаю, но система с претензиями странная. Но да ладно. В любом случае, Францию мы оставим, скажем так, на десерт. А пока что возвращаемся на Альбион. Как-никак, среди наших вассалов есть претендент на все оставшиеся земли Альбы, и именно за его претензии мы и будем сражаться. От былого могущества Шотландии не осталось и следа, и завоевать их для нас не составит никаких проблем. Король Франции призывает нас на войну со Священной Римской Империей. Нет, дорогой сосед, мы тебе ни в чем помогать не будем. Это не наша забота, это твои проблемы. Тем более, ныне Священная Римская Империя воистину колосс на глиняных ногах. И я не удивлюсь, если очень скоро она развалится. Пара осад и одно сражение, и вот уже счет 90%, и мы можем выдвинуть требования по миру. И теперь в Шотландии новый король, подчиняющийся беспрекословно британским императорам. Однако верит он в кельтскую церковь. Это нужно исправить, и к тому же, нужно сменить католичество. За кадром я сделал свое представление англиканства для нашей империи, однако нам не хватает совсем немного благочестия для того, чтобы его принять. Конечно, я надеюсь, что мы успеем в теологии принять трейд пророк, но правитель наш уже стар, его здоровье, как я говорил, слабо, и не факт, что он доживет, поэтому, надеюсь, мы успеем принять новую веру, и не теряя ни минуты, объявляем войну малому королевству островов. Нам придется провести две войны, и у них я посмотрю значительные силы. Возможно, это из-за каких-то союзов, но когда нас пугали наши соперники. Тем более, один из союзников нашего врага, это наш вассал, а значит, с нами он сражаться не будет. Простите, друзья, но у вас не было и шанса на победу. Также навязываем требования, и также получаем новые земли. И я ошибся. У датчан здесь два графства. Прекрасно. Получим больше земель. Я думаю, на севере нам хватит оккупировать только цели войны, ну а дальше на острова мы не пойдем, и сразу же направимся в Данию, дабы в Зеландии осадить датскую столицу, и если что, справиться с несколькими датскими армиями, которые, возможно, бросят нам навстречу. Хотя я как-то переоценил датчан. У них там свои воины, они сражаются против своих противников, а на нас не обращают внимания. Ну что ж, благодарю их за то, что они так быстро сдали нам остатки своих территорий на Альбионе, не считая островов, которые, да юре, не входят в наши земли. И осталось одно маленькое графство, которое, я надеюсь, король Шотландии приберет к своим рукам. Мы же отправимся в паломничество, дабы накопить оставшееся благочестие и создать нашу собственную веру. Я думаю, в этот раз мы отправимся в Ватикан. Скажем так, напоследок попроведуем Папу Римского. И нам, конечно же, не везет. Похоже, путешествия не прошли мне впрок. Возможно, всему виной воздух, чужих земель или механи достаточно меня согревают. Как бы то ни было, кашель не отпускает меня несколько недель, а этим утром мне едва удалось встать с постели. Хватит ли мне сил продолжить путь? Да, опасное сочетание. Опасное здоровье слабое, мы к тому же еще и болезненны. Надо двигаться дальше. Надо успеть получить оставшееся благочестие и реформировать веру. А дальше уже можно и помирать. В Рим стекаются паломники со всего христианского мира. Некоторые следуют дорогой франков. Прочие же идут менее известными дорогами. В конце концов, все встречаются здесь. У базилики Святого Петра, где упокоился сам апостол. В окружении прочих паломников я ощущаю торжественное единение всех собравшихся, которые преодолели столько тягот и столько миль тяжелого пути, чтобы оказаться здесь. Нам удалось проделать весь священный путь. Получаем благочестие, ставим время на паузу и переходим к нашей вере. Нам хватает? Да. Нам хватает даже с излишком. Теперь какие отличия наша вера содержит относительно классического католичества? Во-первых, я упразднил монашество и поставил на это место ритуальные празднества, поскольку старая вера Альбиона с друидами и прочими духами все еще сильна в этих землях. Я думаю, ритуальные праздники будут как нельзя кстати. Ну а что касается монашества, поскольку назначение духовенства является исключительно светской прерогативой, то я думаю, монахи нам не нужны. К тому же традиции духовенства мы меняем на мирские, а наш император становится главой новой церкви. Я думаю, догму причастия и догму вооруженных паломников мы можем для себя оставить. Хотя, честно говоря, если бы я продолжал данную партию, то я бы сменил причастие на, скажем, к примеру, жажду власти, которая давала бы нам Казузбелли завоевание против соседнего правителя. Но нет, наша религия будет более мирной. К сожалению, подходящих символов конфессии у нас нету, поэтому выберем первый самый знак рыцаря Калатравы. И вот наша вера создана. Окей? Для создания главы конфессии нам нужно иметь в своем распоряжении два святых места. Одно святое место находится у нас, в Кенте, второе же святое место есть в Кёльне, а Кёлин ныне подчиняется Священной Римской Империи. Надеюсь, этот кусочек отвалится, и мы завоюем его для себя, хотя, с другой стороны, вроде бы есть еще одно святое место, да, Сантьяго. И оно в Галисии. Чудесно. В таком случае мы берем нашего нового придворного капеллана, назначаем подходящего человека с самым высоким навыком образованности, уволим старого, и отправляем его фабриковать претензии на земли Сантьяго. Также мы, скажем так, узурпировали все церковные земли, и их надо, разумеется, раздать. И, разумеется, просим шотландского короля уверовать в наше истинное вероисповедание. Католическое духовенство сбилось с пути. Им больше нельзя позволять вести нас. Потому пусть соберутся избранные священники. Пора обсудить будущее нашей веры. Пылкие священники уже говорят о том, что им нужны крестовые походы, чтобы распространять их новую веру по всему миру, и просят всех последователей оставить в прошлом старые распри и объединиться ради блага новой веры. Англикане с нетерпением ожидают, когда исполнится пророчество и приют папа, великий лидер, который объединит их и начнет новый золотой век англиканской веры. Новый золотой век. Наша вера только начала существовать, и шотландский король, разумеется, уверовал в нее. И я тут вспомнил, зачем нам фабриковать претензии, если мы, по сути дела, можем просто объявить священную войну за нужное нам герцогство, и, собственно, это самое герцогство и завоевать. Поэтому так мы и подступим. Я искренне верю, что половина католического мира не сможет им прийти на помощь. А мы, к тому же, весьма удачно исцеляемся от болезни, поэтому, возможно, наш император проживет еще достаточно долгое время. И нет. Да здравствует император Альфред. И, как я посмотрю, мы унаследовали еще какую-то войну, и эта война священная за титул какой-то области. И Альфред взрослеет. Это наш сын, который находится в темнице у наших новых врагов. Так, стоп. Фух. Я думал, наше государство распалось, а это северные правители, отколовшиеся от нас, или я чего-то не понимаю? Нет, это наши вассалы, с которыми мы сражались. Хорошо. Навязываем требования. Наш сын на свободе. Чудесно так. У нас ничего не отвалилось? У нас ничего не отвалилось. Мы почему-то не являемся главой династии, но это, я верю, в ближайшее время исправится. Также наш брат становится королем Ирландии, причем правит этой самой Ирландии из Уэльса. А сам Уэльс, по-моему, он наш родственник Альфред, им и правил. А сам Уэльс какого-то черта прекращает свое существование. Странно и подозрительно, я бы даже сказал, но создавать я его пока что не буду, ибо деньги нам пригодятся на случай будущих восстаний. Большую часть наших ирландских территорий, я думаю, мы отдаем нашему сыну и наследнику. Ну и, конечно же, завершаем нашу войну за Сантьяго. Выдвигаем требования, получаем герцогство и внимательно смотрим. Да, теперь мы можем создать главу конфессии. Мы это делаем и лично становимся новым папой. Как это забавно выглядит, черт возьми. Хотя никто не сомневался в истинности нашей веры. В те годы, когда мы обходились без духовного лидера, нам приходилось тяжело. Но теперь это испытание подошло к концу. И духовенство наконец-то согласилось признать, что я папа. Теперь, когда верующие собрались под моим знаменем, я приведу англиканство в золотой век. Да славится бог! Получаем еще 50 рвений и получаем дополнительное герцогство. Нет, шапочка смотрится нелепо. И тем более еще и вместо императора, теперь нас зовут папой англиканской церкви. Мда, такое себе, откровенно говоря. Такое себе. Ну и теперь ждем кончины нашей матери, которая осталась у нас при дворе. Случайно не появились ли у нас снова возможности сражаться за ее королевство? О, мы можем объявить крестовый поход на землю Франции, но... Нет. Нет-нет-нет, обойдемся без этого, ибо я получу только север Франции, но хочу еще и Аквитанию. И вот теперь, когда с фассалами я более-менее наладил отношения, можно наконец создать титул королевства Уэльс и отдать его нашему наследнику. Скажем так, сделать его своеобразным принцем Уэльским. Да почему своеобразным? Самым настоящим. Пускай наша де юре карта напоминает какой-то кошмар перфекциониста, но да ладно. Главное то, что все тихо, мирно, спокойно относительно, но остальное не важно. Ну и пока мы ждем, меня просили также завоевать еще и земли Бреттани, поэтому давайте-ка мы этим тоже займемся. Сто процентов, прекрасно. Трепования. И получаем еще и оставшиеся территории Бреттани, до которых не дотянулась рука Франции. И я так смотрю, Норвегия все-таки отсоединилась от Дании, поскольку у нас нету претензий, мы можем объявить крестовую поход на нее. Но скорее всего это плохая идея, поскольку весь католический мир ступится за этот осколок ледяных фьордов, но тем не менее, это все равно финал партии. Поэтому посмотрим, что из этого у нас получится. Папа Альфред объявил, что начинается крестовый поход, объединил всех представителей англиканской церкви под единым знаменем и повел против врагов веры. Наконец пришло время окропить землю Норвегии кровью невер... Эм, неверный ов. Кхм, неверных. И восславить Бога. Деус вульд. Черт возьми. Одни идут над других войной. Так, столица Норвегии здесь, как я посмотрю, можем попробовать взять ее сразу штурмом. Собираем войска на границе и сразу же отправляемся в столицу. Надеюсь, короля Харальда V мы сможем взять в плен и наш крестовый поход очень быстро завершится. Воу, и по-моему я и правда погорячился. 62 тысячи! Нет, данный крестовый поход мы вероятнее всего проиграем, но тем не менее на это стоило посмотреть. Нужно было дождаться, пока католики отправятся в святую землю за новыми завоеваниями и потом уже отправляться в Норвегию или в какой-нибудь другой край. Штурмуем столицу. Счет всего лишь 4%. Мы получаем ценного заложника одного из сыновей, наследника нынешнего короля. И по-хорошему вот его основные армии, и эти основные армии мы должны будем разбить. Да, прибывают враги в нашей земле очень даже быстро. Конечно, есть надежда на победу, если мы пока что будем осаждать те провинции, норвежские земли, а наши враги попытаются осаждать наши территории. В плен они даже если кого-то возьмут, хотя наш сын является правителем Уэльса, наш брат является правителем Ирландии, в плен они вряд ли кого-то возьмут, поэтому мы спокойно возвращаемся. в Норвегию осаждаем все местные земли и надеемся то, что у нас все-таки получится выиграть этот крестовый поход. А заодно мы получаем черту правитель-крестоносец, что сражается против своих же братьев-христиан. Вот она, истинная вера. Вот оно, истинное англиканство. В атаку, теперь уже показывает победу, вперед! Иии мы должны победить, просто обязаны, так 2000 еще подходят, здесь 1000, они тем не менее сошли с кораблей, преимущество на нашей стране, давайте деремся, сражаемся. Рыцарь ранен, нельзя ничего поделать, рыцарь ранен, нельзя ничего поделать, и мы это сражение выигрываем. Не посмотрелось, сколько было изначально бойцов с каждой из сторон, но счет уже минус 3%, потому что... Эх, наши земли осадили, парочку штук, какая жалость. Ладно, придерживаемся изначального плана действий. Надеюсь, все же на то, что католики на что-то, да, отвлекутся. Так, нас перехватут в горах, ну это не беда, попробуем выиграть сражение, у нас рождается бастард, но мы на это не обращаем внимания, так, выигрываем или проигрываем? Выигрываем или проигрываем? Скорее всего проигрываем, но нет, данный бой мы выиграли, однако на севере наши союзники терпят поражение, счет уже минус 52. Так, теперь нынешний бой мы должны принимать как обороняющаяся сторона, но... Ну, мы побеждаем. Нас просто влетают не все разом, однако они подводят подкрепление, эта армия разбита нами, счет, тем не менее, все равно минус 69%, и мы получаем Уэльс, а это значит то, что... Наш сын погибает. Наш мальчик, единственный наследник, мы снова получили Уэльс. Наша жена за решеткой. Нет, крестовый поход, этот был все-таки плохой идеей, но чертовски забавный. 57 тысяч против 9. Нет, здесь мы так и быть сдаемся. Теряем только рвение, ну и на будущее я буду знать, то, что против католиков в крестовые походы с самого начала основания веры идти самоубийство, ибо они очень рьяно защищают друг друга. Жаль, жаль. Но, что есть, то есть. Наша жена за решеткой, а давайте-ка мы и с ней разведемся. Почему бы нет? Попросить развод? Попросили. Как-никак мы глава конфессии и выбираем себе новую женушку, к тому же... блящущую интеллектом. Отправить предложение. Жаль, Норвегия. Я все же думал, представители рода Годвин будут править и тобой. Но этой цели я не достигну. Хотя могу достигнуть кое-чего другого. Иерусалим получил земли во Франции. Мы являемся вторым наследником на королевство Иерусалим. Поэтому мы поступаем следующим образом. Нашего кузена мы попытаемся убить. Он в этой линии наследования вообще лишний. Золота у нас благо достаточно. Мы подкупаем всех тех, кто может поспособствовать нам его убийстве. Да, это два человека. Смотрим на проценты 62%. И также направляем нашего тайного советника, перед этим сменив его, чтобы он, в данном случае она, поддерживала наши происки. Отныне шанс 76%, и я надеюсь, что мне будет везти. И, к сожалению, наша цель не погибает. Шансы вроде остались такие же, и я надеюсь, в этот раз все увенчается успехом. И у нас рождается мальчик. Чудесно. Имя Алекс ему очень даже подходит. К тому же он еще и обладает интеллектом. Вообще прекрасно. Достойный наследник, к слову говоря. Вторая попытка реализовать наш заговор. И в этот раз... И в этот раз... Удача на нашей стране. Мы становимся наследником Иерусалимского королевства, и я думаю, чего тянуть. Тетушка, вы должны умереть или нет? Не должны. Похоже, убить нам нашу тетю не удастся, хотя нет. Пара человек достанет нам нужный процент по заговорам, и теперь мы ждем следующего убийства. Конечно, я бы мог предложить ей стать нашим вассалом, но она откажется. Печально. Это будет стоить ей жизнь. И, наконец, в возрасте 73 лет умирает наша матушка. А это значит, у нас появляются претензии на Францию, и это значит то, что мы, наконец-то, можем на них настаивать. Немедленно секунды мы объявляем войну, и трубим сбор наших войск. Сразу же на столицу. Если повезет, возьмем в плен короля и закончим нашу войну. Ну, а если не повезет, значит не повезет. Так и наша тетушка. Выполняем план, и убийца исполняют свою работу великолепно. Обожаю неожиданных гостей. Вот теперь и Иерусалимское королевство тоже подчиняется Британии. А это значит, в случае чего нам предстоит сражаться либо же против джихада сельджуков, либо же против крестового похода его святейшества. Не удивлюсь, если что-то из этого в этой серии нам удастся увидеть. Помогаем французам расправиться с их крестьянским восстанием, золото у нас, несмотря на поднятую армию в плюсе, и в случае чего мы поднимем наемников. И крестьяне, как же вы не вовремя. Ладно, восставайте, с вами мы после справимся. Так, бубонная чума. Вышвырнуть ее. Нам не хватало еще умереть. Заговор раскрыт, но это не беда. У крестьян армия 3000. Мало. Я думал, будет больше. Так, французы, куда вы пошли? Я же с вами еще не расправился. Лично будем ввести наших воинов в бой. Надеюсь, нас не убьют. И разбиваем войска франков. И черт возьми! Наши двое сыновей погибают. Крестьяне появились близ столицы и взяли ее штурмом. На это я не обратил внимания. Принц Алекс и принц Збигнев мертвы. Правда, второй ребенок был бастардом, но это не суть. И у нас остается только средний ребенок. Принц Эгбер. Его мы уже будем беречь. Этим повстанцам мы отомстим. Сразу же после победы над французами. Наш рыцарь ранен. Но мы, тем не менее, все равно выдвигаем требования по миру и получаем себе, давайте, французскую корону. Я думаю, это смотрится просто великолепно. Францию, я думаю, мы отдадим нашему родственнику из Восточной Англии. Так, французская корона, где ты? Вот. Корона Франции. Даровать? Ты, мальчик мой, теперь будешь французским королем и будешь руководить этими землями от нашего имени. Ну а Аквитанию кому я могу отдать, кроме как правителям Лангедока? Аквитанская корона ваша, друзья мои. Надеюсь, вы будете прекрасными вассалами. Также в качестве дополнительного подарка я передам вам самого могущественного французского вассала. Ну и, конечно же, попрошу сменить веру. Как-никак, англиканство в нашей стране превыше всего. Ну и теперь, крестьянин, настала ваша пора. Мы вам покажем, что значит убивать принцев. Так, чудесно, наш... Мммм... Эгберт заболевает оспой за врачом немедленно. И... Ммм... Этельвульф. Пытать? Раз. Это было необходимо. И... Казнить? Два. Надеюсь, тебе было очень больно. И третий наш мальчик все-таки умирает. А мы получаем нервный срыв по этому поводу. Однако мы можем теперь сблизиться с нашей женой, выбираем этот вариант развития событий и получаем черту «Близкая душа». В принципе, неплохо. В принципе, такое немного горьковатое завершение партии. У нашего императора нет наследников, и в случае его смерти к власти придет его брат. Однако, страна не развалится. Роду Годвин подчиняются земли Альбиона. Также наша династия теперь властвует над Францией. И даже далекие территории Иерусалима охраняются нашим родом. Все цели выполнены, по-моему, я даже повторил свою первую партию, хотя вроде там Францию я полностью не завоевывал, но могу ошибаться. В общем, моменты ностальгии завершены. Как и это прохождение. Оно было коротким, но насыщенным. И надеюсь, вам понравилось. И вы покажете лайками, насколько сильно. Вы можете писать в комментариях также еще и свои пожелания. И заодно вступить в группу канала ВКонтакте. Как-никак там проводятся голосования и... мимо делы делают свою работу. Можете зайти, оценить. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч и до свидания.